Отлично, отлично. Постараемся как-то так охватить многое, но при этом хочется, понимаете, при обилии информации, которая, значит, загрузилась сейчас в моей голове, я не знаю, что будет выхватывать сейчас мой мозг, потому что я хочу вдохновиться сразу какими-то ощущениями. И, прежде всего, это, конечно, не лекция. Представьте себе, Сарбонов, который я когда-то учился, вот там лекция. Ну, я перешерстил много литературы, и вот представьте себе лекцию о гастрономических особенностях литературы, да. В Сарбоне я такой себе представить не могу, в каком-нибудь журнале замечательно могу, возможно, я его даже процитирую. Сегодня будет немало цитат, я надеюсь, вы от них не устанете. Главное понять некоторые основные вещи. И поэтому, знаете, начну я все-таки с вопроса. Для тех, кто более-менее, а я здесь люди серьезные, я вижу, для тех, кто более-менее разбирается вообще во французской кухне, да, потому что она имеет свои особенности, разумеется, да. Поэтому я хотел бы вас спросить, какие, на ваш взгляд, есть четыре позиции французской кухни, которые отличают ее от всех других кухонь, хотя кое в чем она пересекается, да, с другими кухнями Европы и Средиземноморскими. Ну, мы с вами понимаем, допустим, что если мы говорим о винной культуре, это Испания и Италия тоже. Ну, хорошо, давайте так. Я думаю, что из четырех признаков французской кухни вы отгадаете три. Четвертый, я практически уверен, что нет, потому что у меня классификация очень рандомная, то есть очень капризная. Итак, все-таки давайте попытаемся отгадать вот хотя бы три основных позиции французской кухни, чем она отличается от других кухонь мира. Прошу вас. Что-что? Хороший, да? Ну, прежде всего, я вам уже даже подсказал одну из позиций, я точно подсказал, я только о ней и говорю. Она сегодня у нас в центре будет, внимание. Брежь. Брежь, нет, спасибо, нет, не брежь. Хотя брежь это все хорошо, но я бы не стал это классифицировать, как бы булки есть во всех кухнях мира, да, например, вот макароны, да, если бы мы говорили про Италию, мы бы сказали, а вот там паста, да, она пришла значительно позже. А знаете ли вы, что для бальзака макароны разного вида это было шикарное блюдо, а для Пушкина сегодня, правда, не о нем речь, еще более шикарное, потому что оно пришло, в общем-то, в Россию за границу, соответственно, во Францию тоже, но там было ближе. Итак, первая позиция французской кухни какая, без которой ни одно французское блюдо не может вообще быть поглощаемо. Что? Соусы! Совершенно верно. Я все желал, конечно, другого, но не важно. Так вот, соусы существуют уже со времен Рабле, но он над ними издевается. Из этого я делаю вывод, хотя я не кулинарный критик, что, скорее всего, культура соусов, она появляется чуть позже. В времена бальзака, конечно, она присутствует. Скажите мне, а как вы думаете, в чем особенность французского соуса? Будучи кулинаром-любителем, я это довольно быстро понял. Вот можете ли вы ответить? Специи. Что-что? Специи, само собой. А что он делает с блюдом, как бы? Зачем он нужен? Это может быть и заправка в салат, это может быть и подливка, но вот что происходит с самим продуктом, который вы поглощаете, благодаря этому соусу? Это секрет именно французской кухни. Используют ли французы какие-то очень острые ингредиенты, да? Есть ли у них карри, если мы говорим о классической французской кухне? Нет. Безусловно, нет. Значит, их соус довольно такой умеренный, правильно? И заправка в салат, ну, в крайнем случае, уксус, винный, конечно, больше. Отсюда слово винегр по-французски пошло, слово винегрет наше. Да, и, собственно говоря, яблочный в меньшей степени, это скорее ближе к северу. Итак, французский соус, он здесь для того, чтобы подчеркнуть вкус блюда. И даже, вот даже, особенно заправка в салате, все эти ингредиенты не должны перемешиваться перед собой, спорить друг с другом. Соответственно, соус иногда помогает. Отсюда сейчас уже много, конечно, есть прекрасных поваров, могут включать и кисло-сладкие ингредиенты. Естественно, азиатская кухня влияет. Вот. Теперь, значит, второе. Вторая позиция – это вино. Почему-то никто не хочет этого говорить. Но французская кухня без вина, она абсолютно невозможна. Как относится к вину бальзак, мы увидим, а Рабле без вина просто не мог. И вот третья позиция. Третья позиция – это как вы думаете, что? Ну, это не обязательно сразу, но французский стол себе без этого не представить. Вот. Удивительно, что и в Голландии, и в Италии это тоже ингредиент стола. Но в Италии настолько другой тип кухни, и настолько все забивают пасти и антипасти, да, то есть хорошее что-то зеленое сначала или суп, а потом, соответственно, макароны, что об этом ингредиенты забывают. А французы об этом не забывают. У них это одна из перемен блюд. Причем существует... Сыр! Сыр! Совершенно верно, Екатерина, спасибо. Конечно же сыр. Вот. Так вот, сыры тоже встречаются со времен Рабле, то есть XVI века. Ну, а на самом деле, поскольку фермы существовали, и Франция – страна аграрная, сельскохозяйственная была очень долгое время и по сей день в какой-то степени, сыры встречаются. Сыры сейчас, конечно, эта позиция очень важная во французской гастрономической, так сказать, индустрии, но они встречались и в средние века, и во времена Рабле, то есть в начале Возрождения. И последнее, ну, раз вы почти все отгадали, значит, четвертая позиция такая. Французская кухня составлена из региональных кухонь. Вот сегодня, может быть, мы чуть-чуть это затронем. А все региональные кухни основываются на том, что можно выловить или сделать поблизости. Ну, по крайней мере, это было раньше так. Поэтому, например, специализация севера, северо-запада, да, Британия, Нормандия, и там, и там сидр, они спорят, у кого лучше сидр. Галеты и там, и там из гречневой муки. Крэп, так называемый, то бишь, вы знаете, есть такая линейка, крэпри де пари, да, блины из пшеничного муки, сладки и там, и там. А вот зато сыры, камамбер и прочее только в Нормандии. Чуть ниже, в Тулузе, прекрасная утка, она по-разному готовится. Называется она Кассе Тулузан, сэса? Кассе Тулузан. Вот, и так далее, и так далее, и тому подобное. Итак, Бальзак и Рабле. Значит, и два слова еще, как они по-разному относятся к еде. Но вы наверняка знакомы с этими писателями, так или иначе, да? Да, Рабле, вы знаете, он написал такую сагу под названием, сейчас вы сказали сага, под названием «Гарганчуай и Пантагуэль». А Бальзак написал несколько романов, порядка ста. Но где-то вот 40 или 50 входят в цикл человеческой комедии. В какой-то момент Бальзак, человек совершенно сумасшедший, если мы будем погружаться в его биографию, мы не закончим и к вечеру. Значит, в какой-то момент Бальзак, который не смог стать предпринимателем, банкиром, юристом, решил все-таки продолжать свою писательскую деятельность, который относился несерьезно вначале. И он писал неприличные романы, средневековые романы, отчасти готику, детективы. И вдруг неожиданно он решает писать с 30-х годов человеческую комедию. Что интересно, и Рабле, и Бальзак – уроженцы одного и того же города. Это город Тур. Он находится чуть ниже Парижа. Он как бы на границе между… Ну, в сторону Луары, где прекрасная белая вина, да. И он как бы на границе между севером и югом. Но дело в том, что по менталитету, по темпераменту, и это отразилось в произведениях и Бальзака, и Рабле, это скорее город все-таки с более южным темпераментом, нежели Париж. Вот. Ну и, конечно, не такой шикарный, как Париж в те времена. Вот. Надо сказать, что Рабле почти вообще в Париже не жил. Он жил по всей Франции. А вот Бальзак, конечно, приехал как провинциал и пробивался уже в Париже. Так вот, мало того, что они родились в одно и то же время, они оба любили бесконечно кухню всех регионов Франции, провинциальную кухню, деревенскую кухню. Об этом у Бальзака тоже много. И самое интересное, что некоторое время Бальзака сравнивали с Рабле по разным причинам. А причин много было. Во-первых, они оба прекрасно описывали гастрономию. Во-вторых, они оба были большие, так сказать, едоки. Хотя Бальзак еще считался таким толстяком. Он был довольно человек полный, так сказать, в теле. Вот. И все его портреты, начиная с юности, показывают такого, значит... Ну, потом уже есть знаменитая фотография, где он стоит в такой вот белой рубашке распахнутой. Там он просто похож на такого великана. А вообще над ним даже смеялись в юности, что он такая кубышка и так далее, и тому подобное. Но еще у них есть одно совпадение, у Рабле и у Бальзака. Это вот огромный такой словесный талант. У Бальзака это 50 романов, где до огромного количества героев встречается. У Рабле героев не так много, но все-таки 5 книг. И по тем временам, в 16 веке, это тоже было неплохо. А во времена Бальзака уже существует книжная индустрия. Надо писать. Он часто писал для журналов и так далее, и тому подобное. И последнее замечание, чтобы наконец-то мы перешли с вами все-таки к чему-то вкусному, словесному в русском переводе. В чем разница в описании еды у Бальзака и у Рабле? У кого-нибудь есть мысль, нет? Ну, как описывает еду Рабле, как вы считаете? Вкусно? Спасибо вам. Я вас немножко расстрою. Не всегда. Дело в том, что... Но это очень важный момент. Видели ли вы когда-нибудь знаменитую картину Брегеля? Страна изобилия. Это такое понятие средневековое. По-французски оно замечательно звучит. И у нас это в принципе не переводится. Приде кокань. Кокань это старое французское слово, означающее некое такое состояние райское, где мне ни в чем никто не отказывает. На этой картине Брегеля бежит, значит, поросенок с ножом в спине. Но он уже готов к употреблению, при этом он живой. Ну, вот как та дичь, которая взлетела в бриллиантовой руке. Вот приблизительно. Значит, огромное количество каких-то лежит блюд там, омлетов. Очень любили яйца в 16-м, 17-м, 18-м веке и 19-м. Во Франции, Голландии, вообще в Европе. И, значит, какие-то там бесконечные паштеты и так далее. Внизу лежат люди, которые просто открыли рты, им льется, значит, из бурдюка вино. И, соответственно, значит, протянул руку и достал любой из этих яств. Так вот, у Рабле как раз в силу того, что он вообще писал комическое произведение, у него действуют главные два толстяка. В первой книге Гаргантюа, это папа. Во всех остальных книгах Пантагрюэль, это сын. Они такие огромные, что Голливер отдыхает. Вот. Там описаны такие вещи, если у вас есть желание почитать. Я даже не хочу это рассказывать. Сегодня у вас бранч. А, кстати, вы знаете, откуда взялся бранч? Вообще поздний завтрак. Он взялся из Франции. Дело в том, что это как бы такая кулинарная выдумка. Во Франции, как вы знаете, была революция. И люди очень долго заседали во время этой революции. Тут просто что-то скрипит, поэтому я чуть ближе к микрофону. Люди очень долго заседали во время всех государственных переворотов. Соответственно, выстраивается новая администрация. И французы были первой страной, которая запустила моду заседаний долгих. Так вот, чтобы они не вставали между завтраком и обедом, им подавали поздний завтрак. А, значит, я скажу вам так, действительно, вот эти удивительные толстяки, которые съедают огромное количество всего, чего только можно у Рабле, отражают мечту средневекового человека, который реализовывался только во времена карнавала. Именно поэтому считают, что мир Рабле – это мир карнавала, мир праздника. Ну, как вечно такой Дед Мороз. Вот приехали в усадьбу к Деду Морозу, и там это происходит. Вот, и, собственно говоря, если есть много еды, значит, люди не умрут. Вот это было такое вот странное ощущение тогда, в средние века, и оно еще осталось в начале Возрождения. У Бальзака это совсем не так, там все сложнее. И второе – это, конечно, то, что еда у Рабле, она становится каким-то таким фантастическим вообще миром. Это прям такие мир чудес, мир чудес. А поскольку чем дальше, тем больше книги Рабле становятся фантастическими, да, то еда становится тоже фантастической, она оживает. Что касается Бальзака, у Бальзака два подхода к еде. Один – это, ну, то, что как бы еда – это социальный признак, это социальный индикатор. Поскольку Бальзак себя считал, как мы сейчас сказали, социальным философом или социологом, помимо того, что писателем, он, конечно, хотел показать, как едят разные слои населения. При этом надо отдать должное Бальзаку, что как писатель, любящий жизнь, любящий своих персонажей, любящий и культуру Франции, и традиции своей страны, он восторгается как и шикарной едой, так и простой деревенской едой, фермерской или вообще даже как бы едой во время поста. Не случайно у него существует такое понятие в одном из его романов, как пост в юбке. Он так называет поварих, которые способны приготовить из любой ерунды, да, как бы вполне приличный, но скромный обед. Но, конечно, у него, у Бальзака, у нашего замечательного, он у Ре де Бальзака, поскольку он был человеком из скромного происхождения, и папа у него был человек совершенно фантастический и банкрот, и сам Бальзак очень часто, до того, как начал продавать свои произведения, банкротился и жил в непонятные какие-то средства. Бальзак, в принципе, знал, что такое голод, он знал, что такое сложное существование, поэтому он обожал пиры, поэтому он обожал Лукуловы, как мы сказали, да, Лукуловы – это персонаж античности, Лукуловы пиры, поэтому у него их много, а иногда есть, он даже их не описывает, а просто говорит, ну, это был потрясающий там пир. Иногда он описывает его как Оргию, возьмите в одном из лучших его произведений, которое сделало его славу, в шагреневой коже. То есть там практически не видно, что люди едят и пьют, но видно, что им уже очень хорошо, и голова у них уже, значит, затуманена, огромное количество выпитого вина. Вино – это самое главное для Бальзака и Рабле. Сейчас вы услышите несколько цитат, в частности, Рабле. Сам Бальзак пил вино в Увре. Честно вам скажу, я его пил крайне мало, потому что я люблю все типы шампанского и так называемое Креман, которое во Франции заменяет шампанское. Как вы знаете, ни в каком другом регионе, кроме региона Шампань, нельзя называть вино, сделанное по шампанской традиции, нельзя называть шампанским. Поэтому зачастую существует Креман де Луар, Креман д'Альзас, Креман и так далее. Но в Увре – это тоже что-то типа игристого вина, и Теофиль Готи, который считал его, кстати, пантагруэлем, прекрасный писатель и поэт французский, и Бальзак покровительствовал ему, он говорил, что это абсолютный пантагруэль, особенно в области поглощения вина. Это нормально. Турень близка к Луаре. Луара – это белое вино, но и туренское вино. Не могу сказать, что я его поклонник, я люблю больше вина южнее, и в сторону Бургундии, и в сторону Кот-Дюроны, и Шатон-Уф-Дюпап. Но скажу вам честно, наверное, туренское вино, если пьешь с детства, это, наверное, вдохновляет. Небольшая цитата из Рабле, поскольку я обещал вам начать с Рабле. Значит, я обещал вам, да, что еда у Рабле будет описана комическим образом. И вот это буквально, значит, мы с вами идем по хронологии, следуем за жизнью персонажей. Первый персонаж у нас – Гаргантюа. Это первая книга, с помощью которой Рабле вообще вышел в свет, в литературу, и из врача и неудавшегося священника, хотя он сутану никогда не снимал. Но в те времена, уже в 16 веке, можно было быть священником и пользоваться всеми благами жизни. Скрытым образом, так сказать, иметь связи с женщинами, любить хорошую еду. Собственно говоря, Рабле так и жил. Хотя он ходил немножко по острию бритвы, но ему так хотелось. Значит, тут речь о том, что перед тем, как разрешиться от бремени, то есть родить главного героя первой книги Гаргантюа, его мамаша Гаргамель, в этих словах, в названиях персонажей, кроме Гаргантюа и Пандагрюэля, присутствует очень частая игра слов. Хотя, в принципе, и на имена главных персонажей это тоже игра слов. Это старо-французский, и, скорее всего, это все связано с обжорством. Вот понимаете, вот какая интересная вещь. Рабле – это вообще все об обжорстве, но при этом, как ни странно, там речь идет не только о еде. Итак, все-таки о еде. Патраха – это внутренности, откормленных валов, то есть таких валов, которые жиреют, кормясь в хлеву и на заливных лугах. Таких именно жирных быков зарезали 367 014 штук с целью засолить их во вторник на первой неделе поста и иметь весной достаточный запас мяса по сезону, чтобы в начале обеда, приложившись к солененькому, получше выпить. Патрахов получилось, как сами понимаете, достаточно, и таких вкусных, что каждый пальчики облизывал. Но дьявольски плохо было то, что их нельзя было долго хранить. Вы же знаете, да, что вообще холодильников не было. Но века до 18-го, 19-го. Никто не знает, да, но это описано в кулинарной книге Александра Дюма, о которой мы сегодня особенно говорить не будем. Вот он написал поваренную книгу, поездив по Кавказу и по России. Вы знаете, откуда притащили во Францию идею холодильника? Из России. Здесь мы были просто вынуждены с огромным обилием снега и льда этим пользоваться. Вот, а тогда, естественно, в 16-м веке этого не было. Патрахов получилось, как сами понимаете, достаточно, но дьявольски плохо было то, что их нельзя было долго хранить, потому что они уже портились, а это скверная штука. Поэтому было решено пожрать все, чтобы ничего не пропало. Для этого пригласили всех жителей Сене, Сюлье, Ларош-Клермон, Вугудре, Незабывы-Люкудре, Монпансье, Гедевет и других соседей. Все это убили мастера выпить, славные ребята, любители приналечь на кеглю. Добряк Грангузье получал этого при великой удовольствии, приказал, чтобы всего было вдоволь. И после, собственно, вот этого, так сказать, бесконечного возлияния и гастрономического безумства, съеденные мадам Грангулье-Патраха провоцируют появление ребенка Гаргантюа, который такой огромный, что просто представить себе невозможно. Дальше, значит, вот такая цитата из времен воспитания Гаргантюа. Сам роман Рабле считается как бы таким предроманом, да, европейским. Он появился даже раньше, чем роман Сервантеса Дон Кихот. Вообще считается, что все европейские романы начинаются с Дон Кихота. Но я бы сказал, я давно люблю Рабле, что, в принципе, они все начинаются с Рабле. Но Рабле – это настолько странный текст. Это одновременный роман и сказка. Ощущение иногда, что это вообще барон Минхаузен, потому что он постоянно врет. Тем не менее, многие из его задумок были использованы потом другими персонажами, другими, простите, писателями, в том числе даже нашими русскими сказочниками. Но не об этом сейчас речь, а о еде. И, значит, собственно говоря, Гаргантюа изучал все возможные науки, а затем продолжали чтение или начинали веселый разговор. Причем в первые месяцы беседовали о разных свойствах, действиях и природе всего, что было подано на стол. Хлеба, вина, соли, мяса, рыбы, фруктов, корнеплодов. И о приготовлении из них кушаний, благодаря чему Гаргантюа в короткое время выучил соответствующие места из Плиния, Атенея, Дискорида, Палукса, Галена, Порфирия, Опиана, Полибия, Аристотеля, Илеана, ну и так далее. Ну, конечно, это пародийный список. Я не уверен, что Плиний описывал древнеримский историк и географ, описывал, и ботаник, кстати, описывал вообще все то, что ели во Франции 16 века. Но поскольку текст Рабле начинен постоянной пародией, это пародия на церковь, это пародия на общество, это пародия на важных членов, так сказать, правящей касты, это пародия на все. И идея там только в одном. Давайте будем хорошо есть и пить, и тогда мы с вами будем счастливы. Если правят такие замечательные люди, а вот тут обратите внимание, тут Раблеведь выступает первым пацифистом, он был первым гуманистом, в европейской литературе, у него постоянно идут какие-то войны. Например, там, значит, булочники с кем-то, с пахарями, с пастухами воюют. И, собственно говоря, вот в первой книге Граганчуа оказывается очень справедливым правителем, потому что он берет людей в плен и отпускает их. А вот, значит, дальше идет вторая книга, третья книга. Вот в третьей книге появляется такой своеобразный персонаж, Панург. Вернее, он уже второй книг появляется, простите, я ошибся. И это уже не история Граганчуа, это уже история Пантагрюэля. Пантагрюэль совершает у Рабле очень много всяких подвигов, это все подвиги исключительно комичные. Но если на это обратить внимание посерьезнее, выясняется, что он просто такой большой добряк. Он добряк, он не хочет никому зла. Вот. И, собственно говоря, всегда хочет хорошо закусить. Значит, до того, как они отправятся в большое путешествие, которое становится все более и более фантастическим, а поскольку Рабле болел, пятая книга приписывается то ли ему, то ли не ему, то ли коллективу авторов, но мы сейчас еще только на второй. Вот. И никто еще не отправился ни в какое путешествие. И прежде чем вообще познакомиться друг с другом, Панург, который становится абсолютно невыносимым спутником Пан-де-Грюэля, а надо сказать, что Пан-де-Грюэль прекрасный, человек Гарганчуа прекрасный, это великаны, они огромные, они могут раздавить пол Парижа. А вот их друзья, они люди очень избалованные. Один, кстати, дерется. Кстати, его зовут монах Жан. Он убивает огромное количество народу. И я подумал, что, наверное, те, кто писали легенду о Робин Гуде, взяли вот эту идею. Там тоже, если вы помните, братья Жан. А второй, вот, вот, друг, это Панург, и вот, собственно, они с ним познакомились. И, собственно, значит, что говорит ему, так сказать, Бан-де-Грюэль? Не ешьте на ужин ни бобов, ни зайца, ни другого мяса, ни моллюсков, ни капусты, ни какой-либо другой еды, которая может смутить и расстроить животное, духи тела. И как зеркало не может отразить образ стоящих перед ним предметов, если поверхность его затуманена дыханием или холодной погодой, так и дух не воспринимает во сне знамений, если тело обеспокоено и смущено испарениями, ранее съеденных кушаний, ибо между телом и духом существует неразрывная симпатия. Иногда эта пародия кажется действительно какой-то определенной философией. Тут они с Бальзаком тоже сходятся. Бальзак пытается со всех сторон разобрать жизнь человеческой натуры. А Рабле, который дружил, как известно, с лучшими философами своего времени, в том числе с Аразмом Радидардамским, тоже по-своему философски подходит к идее. Но рано или поздно он все равно сбивается на комический тон. Возьмите на ужин несколько хороших груш, крустумайских или бергамотовых яблок с коротким членком, турских слив и вишен из моего сада. И незачем бояться, что ваши сны будут неверные, обманчивые или подозрительные, как утверждали иные перепатетики в отношении осенних снов, носящих такой характер от того, в общем, что осенью люди едят очень много плодов, и после этой многословной тирады говорит ему Панург. Условия ваши, сказал Панург, для меня тяжеловаты. Но все-таки я на них соглашаюсь. Дело стоит того, я требую себе, однако, раннего завтрака, сейчас же после сновидений. А затем я припоручу себя обеим гомеровым вратам, морфею и цилону, дальше фантазусу, он называет существующих и несуществующих божеств греческих, говоря о том, что сначала ему нужно как следует позавтракать, потом поспать. Опять мы с вами видим вот эту вот мечту о ничего не делании, мечту о жизни в стране изобилии. Ну и вот, собственно говоря, самый интересный кусок, на мой взгляд, из этой огромной, так сказать, истории про Грагантюа и Пантагрюэля. Это четвертая книга, где он действительно путешествует со своими друзьями, с панургом и с монахом Жаном Пантагрюэль и видит на разных островах разные, значит, неожиданные чудеса. У них происходит война с островом Колбас. Он должен выяснить свои отношения, почему, собственно говоря, он приехал, ну, как они пристали к этому, острову причалили и почему на них напали. После того, как они всех победили и опять-таки отпустили пленников, что по тем временам в 16 веке, в принципе, чуть-чуть так нам напоминает Шекспира, да, вот этот вот призыв к тому, что нужно быть милосердным, да, но это не обязательно было, как бы, привычкой и традицией тех военных действий, которые тогда происходили, поэтому Рабле в этом смысле впереди своей эпохи, собственно говоря, отпустили всех пленных, а к королеве все-таки явились. Значит, да, значит, они встречаются с госпожой Ниф-Лезет, так звали королеву Колбас, выседавшую в своем Редване, Редван, ну, это что-то типа, я думаю, что это типа портшест, то, что называли раньше, да, то есть, либо вы садитесь, и вы едете, вас везут лошади, либо это портшест, то, что вы носили по всему Париже, значит, благородных граждан, это, собственно говоря, такая колясочка, или полонкин, как в Китае, да, которую берут бравые молодцы, физически, так сказать, развитые, и несут, значит, она выседала в своем Редване, неподалеку от знамен, согласие было легко получено, согласие на переговоры, королева сошла на землю, грациозно приветствовала Пантагрюэля, и охотно повидалась с ним, Пантагрюэля начала жаловаться на военные действия, она почтительно принесла извинения, сослалась на то, что вследствие ложных донесений произошла ошибка, шпионы известили ее, будто их старинный враг Карен Пренан, ну, говоря по-французски, Карен Пренан, высадился на берег и стал обследовать урину китов, ну, видите, ну, это, 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 это рабле, это уже совершеннейшее безумие, это абсурд, это комедия, значит, Карен Пренан по-французски, переводя, переводя с французского, означает приход поста, вы представляете, для мира колбас, что такое приход поста, это запрет, естественно, тогда еще Франция была очень религиозной, сам рабле был, в общем-то, священником и прекрасно знал, что такое пост, во времена Бальзака пост соблюдали только в провинции, вот, и так королева попросила простить, попросила простить причиненную ему обиду, подчеркнув, что в колбасах вообще больше грязи, чем желчи, она соглашалась на условие, что она сама и все не флезетые преемницы и преемники будут владеть островом и страной в качестве вассалов Пантагруэля, и вот дальше мясные колбасы отправляются в Париж как подарок королю, замечательному французскому королю, по дороге, и они, значит, попадают в бурю, но выживают, а потом они попадают в Париж в момент поста, и все погибают, кроме юной принцессы, которую придворные дамы решают, значит, каким-то образом спасти, дают ей жизнь, и она рожает наследника, и все, все замечательно. И вот, чтобы закончить нам с вами с Рабле, я просто прочитаю список того, что гастролатры, это опять латинско-французское слово, игра слов, то есть, те, кто поклоняются чреву, и те, кто занимаются только тем, что едят на острове гастролатров, что они приносят Богу в жертву своему Богу, значит, Богу чрева, белое вино с нежным сухим жарким, белый хлеб, крупичные булки, шесть сортов мяса жареного на углях, разные похлебки, фрикассе, ситный хлеб, простой хлеб, мясо козули, телячья карака, пирожки и так далее, и так далее, колбасы говяжьи с горчицей, сосиски, копченые языки, колбасы свиные, колбасы мозговые, окорока, соленую дичь с репой, оленину, жареных каплунов, курс цыплятами, бараний бок, телячью грудинку, шестнадцать сортов круглых пирогов, жаворонков, слушайте, но это читать невозможно, потому что я не понимаю, сколько нужно людей, чтобы все это съесть, но мы с вами должны понимать, потому что в пятой книге Пантагуэль и его друзья объезжают другие острова и в итоге приезжают туда, к чему они стремились, в то место, к которому они стремились. Это место божественной бутылки, в которой, значит, находится какая-то квинтэссенция жизни. Оказывается, эту божественную бутылку охраняет божественная Багбюк, и, собственно говоря, если вы переведете опять это слово со старо-французского из латыни, это будет означать «пей скорее», «пейте», да? И все, что говорит им жрица этой религии в храме бутылки, означает «пейте, друзья», «пейте», «пейте». Давайте сделаем маленький перерыв. Ну, вообще, есть прекрасная статья, вы можете ее почитать, Вера Мильчин, и прямо набирайте еда во французской литературе. Ну, а можете, не надо, я вам расскажу все. Значит, просто она говорит, если бы вы любили Бальзака, как люблю его я. Вот я такой же человек, я очень люблю Бальзака, он все-таки к нам ближе по времени, нежели Рабле. Вот, но, конечно, я, честно говоря, не советую вам его читать, всего это невозможно. Выбирайте самые интересные вещи, Евгения Грандея, Шагренева, Кожа и так далее. Значит, что у Бальзака с едой? Все очень интересно и все очень странно. Вот прям странно. Потому что вообще Бальзак, этим он нам интересен. Писатель, который перевернул весь роман, у которого была сумасшедшая биография, и он эту биографию сделал источником своей литературы, Бальзак вообще к еде относится по-разному. Но, слава богу, он не Флабер. Может быть, мы с вами встретимся на второй публик-толке, и я вам расскажу про Флабера, потому что Флабер любит только фермерскую еду, все остальное считает чепухой. Когда Бальзак был совсем юным, и когда он стал пробиваться в люди, он иногда ездил, очень много ездил, говорят его биографы, что он объезжал, как будто и был такой поезд ТЖВ, сейчас он давно существует во Франции, то есть это скоростной поезд. Так вот, ощущение, что Бальзак, пользуясь дилижансами и каретами, практически не пользовался поездом, поезд был изобретен в течение его, так сказать, уже более зрелого возраста, и Бальзак, очевидно, поездов боялся. Так вот, Бальзак ухитрялся объехать такое количество за неделю областей Франции, чтобы ощущение, что он передвигался на поезде. Дилижансы он обожал, путешествовал много, вплоть до Украины, где, собственно говоря, он встретился со своей будущей женой, возможности жениться на ней он ждал полжизни. Но жизнь у него была короткая, он умер в 51 год, так что его полжизни это, можно сказать, ерунда по нашим понятиям. Бальзак жил жизнью сумасшедшей, он несколько раз прогорал, он сидел в тюрьме. Вот, по этому поводу я хотел вам сказать два самых интересных момента из жизни Бальзака, не из его творчества. Потому что, оказывается, все любящие его биографы, вот у меня даже есть один тут дяденька, вот, рассказывают, как много Бальзак ел, любил, двигался и что-то открывал для себя. Так вот, там, значит, у этого господина Грэма Роба, это англичанин, который написал жизнь Бальзака, и очень смешно, каждый раз, где Бальзак ругается на англичан, а французы ненавидят англичан, это вы должны знать, они издеваются над бельгийцами и ненавидят англичан. Это непонятно почему, может, это со времен Жан Д'Арк. Вот везде, где Бальзак, как нормальный француз, издевается над англичанами, он вынужден оговаривать это, значит, этот бедный биограф из Оксфорда, где там Бальзак говорит, она была как все англичане, как все англичанки, простите, они либо слишком уродливы, либо слишком красивы. Ну, представляете, такое сказать про целую нацию со стороны женского пола. Сказал бы он такой про француженок, сразу бы плюху получил. Вот, было кому ему дать эту плюху, начиная с его сестры. Значит, что интересно, Бальзак появляется на фермах, еще в юности, еще не написав своих гениальных романов, занимаясь всякими детективами и идеями, там он плантации какие-то устраивал, ананасы перевозил, сумасшедший человек был абсолютно. Вот, значит, а все у него прогорало, тут же прогорало. И кто-то, она же спросила уже, когда он был составившийся писатель, господин Бальзак, месье Аноре де, никогда он не был дворянином. Его папа приписал себе эту частичку, они были откуда-то из Аверни, из местечка, вернее, в Аверни они приехали, они были из Альби, Альби это в сторону Тулузы, возможно, у него были итальянские корни, а кто-то из его замечательных предков был просто даже казнен по навету, по ошибке, по, в общем, что-то там какая-то была растрата. Бальзака всю жизнь окружали и преступники, и преступные какие-то, значит, ореолы, вернее, не его, а его семью, и, в общем-то, проблема, проблема связанная с деньгами или желание как можно больше их заработать. Поскольку у Бальзака постоянно действуют дельцы, кассиры, кассир Цезарь Берато, например, ростовщики, Гапсек, просто банкиры, Нусинген, господин Де Нусинген. Я просто неплохо знаю его эти 50 романов, но я, конечно, вам честно признаюсь, больше 10 я не прочел. Это невозможно, надо закончить жить и читать только Бальзак. Спасибо за эти 10 романов, но я должен сказать, что когда я жил во Франции еще в студенческие времена, меня потряс его язык, язык. И я читал даже его вот такие статьи, как бы, журналистские, потому что он их писал и в юности, и в зрелом возрасте. Потрясающая любовь к окружающей жизни, как Толстой и Достоевский описывает все от маленького уголка, от какой-нибудь там блохи, сидящей на кошке, которая ему случайно встретилась, до, значит, последнего пилястра какого-то дома. У него есть замечательный такой небольшой роман, один из первых, так сказать, кирпичиков человеческой комедии, советую вам почитать. Дом кошки, играющий в мяч. По-французски Л'Амезон Дюшаки Пилот. Единственное, что там нет никакого описания ничего кулинарного, но архитектурных описаний Парижа того времени там просто масса. Потом, естественно, начинают происходить действия. Вообще, хочу вам сказать так, вот все любят Голливуд, обожают Голливуд. Вы подумайте только одну вещь, только два человека изобрели Голливуд. Шекспир, потому что он был великий драматург, и все идеи Шекспира используются Голливудом 20 тысяч раз, потому что они самые просто, ну, они самые работающие. Только, естественно, они не переписывают Шекспира, они просто берут вот какую-нибудь там схему, и 28 тысяч сценаристов Голливуда ее используют. А второе, это, конечно, Бальзак. Если сократить его, почему сейчас никто не будет писать, как Бальзак? Все это можно снять на камеру. Но вы представляете, он начинает отца Горио с того, что входит, вот сейчас я это скажу и остановлюсь, потому что мы все-таки вернемся к гастрономии, с того, что входит вместе с нами в этот пансион, где, кстати, все плохо едят. Вот у него есть, у него прям все очень разительно, вот разное. Либо все очень круто едят, и все богатые, всем хорошо, либо все едят отвратительно, либо все едят средние, но люди хорошие. Вот. Значит, у госпожи Вокер, а я в этом местечке бывал, естественно, этого дома уже не существует. Я там часто бывал, потому что я там учился в Сорбонне, Париже третьем, в двух шагах от довольно знаковой для парижан улицы Муфтар, Руи Муфтар, где происходят даже какие-то там истории колдовские, там, вплоть до 20-го, писатели все время эту улицу как-то затрагивали. И вот на этой улице находился пансионщик мадам Вокер, где, собственно, живут все, включая Растиньяка, он появится в других романах, потом, вот Рена. Слушайте, Рен вообще ужасный персонаж. Там дело, конечно, не в еде. Это, в общем-то, страшный человек, который раскинул сети по всему Парижу. Он преступник и любит только мужчин, в том числе Растиньяка. У Растиньяка проблемы. Но там еще есть хороший человек, отец Горио. Вот он доживает свой век, отдав все свои капиталы, опять капиталы, капиталы, отдав все свои капиталы своим дочерям, которые появятся тоже. И эта особенность Бальзака, кстати, это сериал. Он тоже внес это в литературу. Он придумал первый в мировой литературе. Ну, хорошо, давайте так скажем, второй после Рабле. У Рабле тоже, Пантагуэль и его ребята путешествуют из истории в историю. Но у Рабле их 4, и персонажей путешествующих 3 или 4. У Бальзака их 50, и персонажей, путешествующих по романам, несколько сотен тысяч. Несколько сотен. А может быть, да, и до тысячи дойдет. А вообще, конечно, персонажей там до 20 тысяч. Бальзак выдумывал людей вплоть до врачей, и когда ему стало плохо, в конце жизни звал к своему смертному адру, придуманному им врача. Некоторые люди писали письма ему на его адрес, чтобы он передал его героям. То есть, фактически, вот то, что произошло потом с Канадойлем и Шелок Холмсом, да, и до сих пор есть музей на Бейкер-стрит, а Канадойлем ненавидел Бальзака, но это другой разговор. Вот, собственно говоря, то же самое происходило с героями Бальзака. Самое интересное, о чем говорят биографы, но я, конечно, совершенно на эту тему улыбаюсь, слишком много они требуют, но все-таки писал это один. По 12 часов сидел, почти каждый день писал, что герои перед путешествием из одного романа в другой немного могут поменять окраску, волос, глаз. У них могут касаться другие привычки. Он чуть-чуть забывал. У него не было секретаря, нет, были секретари, это я зря, они помогали ему переписывать, еще что-то, но у него не было, как сейчас в компьютере посмотрел. Сейчас любой американский, англосаксонский автор благодарит 20 человек, издав книгу, потому что все эти 20 человек перечитывают его рукопись. У Бальзака, конечно, такого не было. И вот в юности он ходил по фермам, ел вот эти галеты в Британии, когда он писал первый свой роман Шуан. Шуан, это было сопротивление аристократов в Британии, значит, французской революции. Вот, и там ему говорили все, какой у вас аппетит, господин Бальзак, а он пишет это безумно смешно, потому что мы должны с вами понять, что Париж, как и сейчас, царил во всем. А Франция такая страна, у нас хотя бы Москва и Питер чуть-чуть. Во Франции теоретически очень гастрономический город Лион. Но Париж затмевает всех, как будто других городов не бывает вообще. Вот, и поэтому он как бы перед парижанами извинялся, писал письмо, но в принципе сидр и галеты это милая очень британская, британская еда, которую можно есть. Друзья мои, ее не только не можно есть, ее нужно есть, она очень вкусная. Не говоря о том, что если поехать дальше в Нормандию, там плоды моря, да, и так далее. Вот, и еще один интересный момент, и мы все-таки чуть-чуть затронем, как он описывает еду, как романист. Значит, Бальзак сидел в тюрьме один раз. Всю жизнь боялся долговой тюрьмы, у него были проблемы с деньгами. Хотя он начал зарабатывать бесконечное количество романов, но тем не менее. Значит, жениться он поэтому тоже долго не мог, и об этом тоже позже. Значит, Бальзака посадили в тюрьму. Как вы думаете, за что? Он боялся долговой тюрьмы, это была проблема Достоевского, который прошел через это слегка. Вот, сажали тогда недолго в долговую тюрьму, ненадолго, на месяц не сажали, но все равно для него это было бы понижение по статусу. Он сам был человек очень странный, он считал себя гением. В конце жизни он вообще написал автобиографическую статью о себе в третьем лице, о том, как родился гениальный писатель и как он важен для Франции. Но при всем том, вы знаете, вот при всем его тщеславии он помог огромному количеству людей. И такие писатели-поэты, как мной любимые, Теофиль Готье, написавший «Капитана Фракаса», у нас есть фильм замечательный, или, например, Жар Денерваль, который прославился, был очень любим уже не 19-м, а 20-м веком, сюрреалистами и Бодлером. Вот они, значит, ну и, собственно, даже Гюго, ну к Гюго он с опаской относился, потому что Гюго был совершенно сумасшедший человек. Потом, когда он прославился уже с Нотр-Дамом, Нотр-Дам де Пари, да, собор Парижской Богоматери, Бальзак в то время был уже человек усталый, известный, и не знал вообще, что делать со своей жизнью, со своим здоровьем. Так вот, Бальзака посадили в тюрьму за его нежелание служить в армии. Поскольку у него не было денег за это заплатить, в принципе, это штраф должен был, он должен был внести. Он оскорбился, сказал, я даже, говорит, штраф вносить не буду. Это при том, что этот же человек говорил, я буду Наполеоном французской литературы. И он сел в тюрьму на два дня, попросил у издателя аванс на 200 франков, не евро, евро тогда не было. Как вы думаете, что он сделал? Пир в тюрьме. Он пригласил за всех своих любимых друзей, писателей, издателей и прочее. Они ели какое-то огромное количество вещей. Я недавно посчитал об этом во французской статье. И, значит, больше всего, кстати, Бальзак, помимо вина, любил почему-то фрукты. У него, когда была перемена блюд, если он сам это устраивал, у него было огромное количество фруктов. Вот, например, сейчас, и вот, например, буквально отрывок из его биографии, что еще, так сказать, он себе позволял всякие иногда изыски, иногда издевательства над людьми. Значит, Бальзак часто забывал о своем возрасте, расслаблялся в обществе молодых людей, выходцев с того же круга, что и он сам. Мы бы сейчас сказали средний класс. Он часто устраивал пышные пюре, иногда довольно своеобразные. Однажды он решил угостить друзей блюдами исключительно из лука, который, как считал Бальзак, очищает тело и душу. Гостям подавали, начинаем перечисление, луковый суп, но это еще прилично. Дальше, луковое пюре, луковый сок, жареный лук и лук с трюфелями. Через два часа всех его гостей замутило. Среди любимых блюд Бальзака были также бараньи отбивные и практически любое, на первый взгляд, простое блюдо, напоминавшее ему о невоспетых гениях из провинции. Помните, я говорил вам о том, что он называл их пост в юбке, то есть поварихи, которые в постное время могут хорошо что-то приготовить. Ну, не поварихи, а кухарки в частных домах. Вот. Те самые блюда, которые могут сделать простую тарелку, те самые люди, которые могут сделать простую тарелку с бобами, достойными того кивка, которым Россини оценивает прекрасно исполненное произведение. Это немножко такая шутка с двойным дном. Россини, который был известным композитором, как вы знаете, написал северского царельника, в конце жизни приехал во Францию и стал заниматься исключительно кулинарией. Он написал порядка там 30 опер, он писал их очень быстро, потом ему это надоело, у него была слава, деньги, все что угодно. И он создал несколько блюд, одно из них до сих пор существует, и в дорогих французских ресторанах оно подается. Tourne de la Rossini. Tourne de la Rossini очень смешная штука от филе. Но почему-то по-французски она называется поверни спину. Ну, судя по всему, потому что мы видим кусок мяса, который напоминает человеческую спину, а вовсе не потому, что... Хотя кто у нас специалист? Филе у нас из какой части быка берется? Сложно вспомнить, да? Не помните? Посмотрим в интернете. Значит, теперь все-таки два слова о бальзакских произведениях. Да, надо сказать, что к тому времени, когда Бальзак начинает все это писать, он действительно самый... В жизни он был самый прожорливый французский писатель. Он был толстый. Его называли Ogre littérère, но я думаю, это во всех смыслах. То есть людоед, литературный людоед. То есть, ну, Ogre, это еще надо сказать такую вещь. Сейчас уже французы так не скажут, а в те времена считалось, что если говорить о человеке, что он людоед, это просто у него страдало от своих религиозных воззрений. Сейчас уже нет. И, например, очень часто, так сказать, от церкви католической шел такой посыл, что все-таки надо соблюдать пост. И это было самое ужасное для вот таких вот, в общем-то, кулинарных городов, как, в частности, Париж и Леон. Ну, конечно же, Париж. Бальзак жил в основном все-таки в Париже. Вот. Все просто начинали сходить с ума, что им пытаются навязать, как бы, отказ от еды. Но самое интересное, что Бальзак и этим интересовался. У него есть произведения диаметрально противоположные Le Cure de Campagne, то есть, Cure или священник, сельский священник, мы бы это сказали, да, и Cousin Ponce. Вот Cousin Ponce это человек обжора. То есть, такое ощущение, что когда Бальзак как пишет, он все-таки, несмотря на то, что многие прототипы брал из жизни и своей семьи и так далее, он как будто отдаляется и смотрит со стороны. И он также может быть и за то, что следует есть постную еду, как и за то, что следует есть много красивого и вкусного. Но, правда, Cousin Ponce у него это персонаж несколько одиозный. Он коллекционирует антиквариат, все что угодно, плюс он постоянно занимается таким, значит, выискиванием вкусной еды, постоянно много-много ест. Вот. А помимо этого, вот есть такой интересный психологический момент, что персонажи Бальзака, когда они, собственно говоря, вокруг еды как-то объединяются, если это не просто званый ужин или какая-нибудь вечеринка, на которую Бальзак тоже часто ходил, как только до того, даже как стал прославленным писателем. Вот. То тогда это является неким способом общения, возможностью не только утолить голод, а также привязать к себе человека, сделать ему приятное. Один из величайших романов Бальзака Евгения Гранде, который я тоже вам советую прочитать, не читая все остальные 50. Вот. Евгения Гранде, девочка, ну, буквально два слова о сюжете, да, девочка невзрачная. Не повезло. Бальзак, кстати, любя разных красивых женщин, очень много описал и некрасивых. Вот. Причем совершенно некрасивых. Вот это тот самый случай Евгении Гранде. Ну, это же не случайно, поэтому он, так сказать, работал во все стороны, что называется, описывал женщин. Дама Бальзаковского возраста, это же такое выражение, да, появилось в русском языке, вообще, в мировой литературе, именно потому, что он написал свой роман «Ла фаме ду трентан», то есть «Женщина 30 лет». В 30 лет женщина была все уже, она, это была, ну, жизнь была кончена. Но у него есть еще небольшой роман «Ла фаме абондуне», «Покинутая женщина», где речь о том, что женщина ушла от мужа, муж еще жив-здоров, и у нее появляется любовник, и, в общем, тоже на это смотрят косо, потому что она из высшего общества. То есть, все странные моменты женской жизни Бальзак старался, значит, лаской и пониманием обогреть, и за это ему присылали всякие письма «Дамы за 30» и далее. Так вот, Евгения Гранде молодая, но необычайно невзрачная, и приезжает ее кузен, папа его застрелился, банкир, он не сразу об этом узнает, письмо об этом читает господин Гранде, папа Евгений. И дальше происходит, на мой взгляд, довольно комичная история, но в то же время трогательная. Молодой человек, привыкший к парижским завтракам, собственно говоря, требует «Офпоше», по-нашему, это «Яйцо пашот». Оно упоминается в русской литературе вплоть до Чехова, оно стало очень популярным. Во Франции весь 19-й и начало 20-го века у нас во Франции, вообще во всей Европе. Девочка пытается ему объяснить, что сейчас, сейчас, сейчас разберемся, хорошо. Они не едят яйца таким образом, у него отец скоряга, и это деревня, в общем, там с этим сложно. Дальше, значит, она ему готовит печенье, каким-то образом, через 2-3 дня она должна найти кролика, сделать ему, смотрит рецепты, сделать ему, значит, кролика в травах, значит, с приправами. Она не знает, как это делать, бедная, влюбленная в него кузина. Вот. И, значит, он смотрит на это, как на какую-то ерунду. Ну и что, на завтрак печенье, ну, яйцо поподали только один раз, и он требует куропатку, на что отец, Евгений Гранде, говорит, сейчас ворону поймаем и зажарим. Вот, то есть, видите, то есть у Бальзака иногда еда выступает не как принцип социально, такого, социально, как бы, не как социальная отметка, такой социальный индикатор, а как и возможно, тянет. И это тоже, потому что мы понимаем, что парень этот привык к дорогим парижским завтракам, а в деревне едят совсем иначе. Но она выступает и как возможность общения. То есть, Евгения Гранде хочет понравиться этому юноше, если она будет кормить его, как в Париже. Она ему никогда не понравится. В этом вся, вся, вся беда. Вот. Теперь еще такая вот интересная вещь. Значит, Бальзак кое-где все-таки описывает дорогие обеды. Можно я вам один из них, одно из этих описаний прочитаю? На самом деле, их чуть-чуть больше, чем то, что я вам прочитаю. Но мне почему-то кажется, что если читаешь отдельно, это все-таки неповаренная книга, ты не знаешь, как это сделать. И это уже немножко неинтересно. Такое ощущение, что присутствует на чужом обеде. А если вы это читаете внутри романа, ну, конечно, это интересно. Это такое произведение комедианты. Там у него есть несколько возможностей перевода. Вообще, по-французски, это комедианты помимо, как по неволе, комедианты по неволе. Да, как лекарь по неволе Мольера. За этим грандиозным завтраком было поглощено, загибайте пальцы, 6 дюжин останских устриц, 6 на 12, это сколько? Под 80, да? 6 отбивных котлет а-ля Субиза. Я думаю, что это имя повара, Субиза. Цыпленок а-ля Маринго, это точно имя собственное. Майонез из омаров. Майонез из омаров. Зачем омаров так? Ужас какой-то. Видимо, они их как-то мельчили, что ли. Но вот понимаете, вот не хватает. Единственное, что к этому гениальному описанию не хватает рецептов. Вот. Майонез из омаров, уйма зеленого горошка, паштет с шампиньонами. Все это было рашено тремя бутылками бордо и тремя бутылками шампанского. Затем последовало изрядное количество чашек кофе и ликеры, не считая сладкого. Здесь упоминается один очень интересный продукт. Вернее, два. Один, я не знаю, вы услышали или нет, давайте я еще раз прочитаю. И вы очень удивитесь, что он в этом дорогом обеде присутствует. Шесть дюжин остинских устриц. Остенде – это место на побережье, это Британия. Шесть отбивных котлет а-ля Субиза, цыпленок а-ля Маренго, майонез из омаров, уйма зеленого горошка, паштет с шампиньонами. Что вас здесь смущает? Что? Совершенно верно. Сейчас я прочитаю вам из поваренной книги маленькую цитату, чуть позже. А дальше смотрите. Три бутылки Бордо, три бутылки шампанского, затем последовало изрядное количество чашек кофе и ликеры, не считая сладкого. Что из этого больше всего любил Бальзак? Не догадываетесь? Подскажу. Я сказал ликеры, кофе и Бордо и шампанское. Значит, это то, что он любил, помогало ему работать ночью, работал в основном ночью, писал, потом он мог править там другие романы, там Гранки, когда ему присылали с типографией, да, там могли быть опечатки или он хотел что-то изменить. А когда он непосредственно писал, что-то новое он писал, с 12 ночи до 6 утра. Значит, что ему было для этого нужно, как вы думаете? Совершенно верно. Браво, браво, браво. Я не знаю, как вас зовут. Как вас зовут? Анна. Анна правильно ответила. Кофе. Дело в том, что по поводу кофе есть интересная вещь. Это уже из... Вот. Это уже из биографии. Это не сам Бальзак нам рассказал. Значит, Бальзак кофе обожал с юности. Мать его считала, что он сумасшедший. Вообще, с матерью у него были очень сложные отношения, а папа у него умер, Бальзак был, в общем, 35-летним человеком. Вот. В общем, отношения с матерью были ужасные, вплоть до того, что в конце года он все-таки женился на Велине Ганской. Она была полька, по происхождению жила на Западной Украине, потому что это была тогда Российская империя, в том числе Польша, входила в состав Российской империи. Соответственно, значит, когда он женился, мать и жена не общались. После его смерти мать и вдова тоже не общались. Вот. И он даже часть завещания, представьте себе, ничего себе, но он все-таки стал богатым человеком, несмотря на все проблемы. Хотя, не знаю, были ли погашены все долги. Иногда это тоже бывает сложно, как и у Пушкина. В общем, короче, он отписал какую-то часть своего имущества маме, но ничего себе. То есть, она все время держала его в какой-то степени за горло. Я не знаю, почему. И вот она ему говорила, ты идиот, ты пьешь так много кофе. А кофе был довольно дорогой продукт. Проблема была в другом. Бальзак очень быстро из всех, так сказать, наркотиков стал предпочитать кофе. Табак ему почему-то не нравился, опиум, ну, я не знаю, может, на здоровье берег. И он понял, что тот кофе, который продается, он плохой. Вот смотрите, значит, он жил в пансионе, еще с этого момента началось, он только приехал в Париж, и там некий консьерж проносил в пансион разнообразные, по большей части, контрабандные товары, в том числе запрещенные книги, и ту субстанцию, которая суждена стать едким топливом вымышленного мира Бальзака, кофе, то есть топлива, чтобы он писал. Колониальные товары стоили дорого, и потому считались не просто лакомством, но и признаком определенного статуса. Бальзак, которого родители не баловали, как прежде в Вандомском колледже, покупал кофе в кредит. Но здесь, значит, да, господа Бальзак ужасно негодовала, узнав об этом признаке приближающейся зрелости, но он хочет как бы освободиться от родителей, да, поэтому он сам покупает кофе. Она, как и следовало ждать, впала в ярость, усомнившись в образовательной ценности кофе, объявила, что он орэ поглощает приданное сестер, он еще пока что не вернул кредит. Зачем она так сердится? И пришла к выводу, в общем, что Марат, Марат, который был героем французской революции, был убит Шарлотой Корде, мама сказала им такую фразу, как если бы сейчас кто-нибудь процитировал политического деятеля известного, и сказал, Марат был ангел по сравнению с тобой. Что это значило, сейчас нам остается только гадать. Марат, видимо, пил меньше кофе. И еще Бальзак обожал груши, просто обожал. У него дома пахло грушами, он любил разные типы груш. И вот здесь это тоже, кстати, говорится. Сейчас, одну секунду, одну секунду, нет, не здесь, вот здесь, тоже опять в этом замечательном, очень мне нравится. Кстати, вот не хотите читать Бальзака или время нет, читайте жизнь Бальзака Грэма Роба, хорошая история, очень интересная. У него жизнь была едва ли не интереснее его романов. И как правильно говорит сам этот биограф, его жизнь осталась в некоторых моментах за гранью его романов. Да-да-да, забыл сказать, и вот сейчас скажу про это. Он же, когда влюбился в Эвелину Ганскую, они сделали ребенка в Швейцарии. Муж там, поляк, куда-то смотрел в другую сторону. Вот, ребенок родился, Бальзак еще обрался, у него другой женщина тоже был ребенок. И он стал испытывать всякие отцовские чувства, и так далее, наконец-то помирает, простите, что я так сказал. Я не злорадствую, но для Бальзака это было наконец-то. Умер этот муж, который, значит, не позволял ей, потому что, ну, нельзя было тогда развестись, это был церковный брак и так далее. И он поехал к ней на Украину, где он хотел с ней прожить какое-то время, и вот дальше Бальзак начинает страдать. В Литве кормят плохо. В Пруссии каша, похожая на слякоть на улице. Прямо так и пишет. В Берлине он все-таки оттянулся, как мы сейчас сказали, и французское вино, и устрица, там все можно было достать. В Петербурге он был принят прекрасно, но очень скучал, ему задавали кучу вопросов, а про Петербург он ничего не написал, хорошо ли там кормили или плохо. А вот по поводу его жизни на Украине западной, ну, это где-то в сторону, туда, за Львов и дальше, он пишет следующую вещь. Они живут в деревне, он пишет сестру, слушай, пришли мне рецепты каких-нибудь соусов, потому что, в конце концов, мне это все надоело, я не могу здесь есть эту, как подметку, сухую баранину и говядину. Вот. Смотрите, какая интересная штука. Образ Бальзака, который запасает фрукты, приятно контрастирует с образом мальчика из Тура, ну, когда он был маленький, да, пожирающим жадным взглядом шкварки, свиные паштеты своих одноклассников. Но еда также представляла для него серьезный научный интерес. Он написал краткую биографию Брияса Варена, это известный повар и кулинар того времени, для всеобщего биографического словаря Мишо, и требовал создания международного культурного языка, своего рода периодической таблицы гурмана, который позволит воссоздать одно и то же блюдо в любом уголке мира. И, как считает этот замечательный англичанин, Макдональдс это и реализовал. Ну, извините, хороший же результат для Бальзака. Да не Макдональдс это реализовал. Если мы с вами возьмем любое из произведений Бальзака или Рабле и попытаемся откопать еще, найти поваренные книги того времени, из которых цитаты из одной такой книги я сейчас и закончу, то нам с вами будет интересно, замечательно, а если нет, приходите сюда, здесь замечательная французская кухня и вы будете очень рады. Зачем Макдональдс, друзья мои, зачем? Бальзак не этого хотел. Вот. Как сказали мне однажды в Дагестане, когда я там был на гастролях, мы были на телевидении, значит, мы давали интервью, артисты, режиссеры, и мы говорим, ну, к сожалению, мы должны уехать. Один человек посмотрел на нас и сказал, у нас здесь был Лермонтов, вот он бы так не поступил. Ну, а Лермонтов в следующий раз. Значит, да, в статье Веры Мильчиной говорится о том, что был такой писатель Александр Гремодуль-Ареньер, вот, и он, значит, написал о леоманахах Гурманов, который переведен. И вот этими вызывающими слюнки словами, хотя это не Бальзак, хотя это 18 век, но и Бальзак, и его поколение прекрасно знало этого автора, а надо сказать, что он считал, что гастрономия это как библиотека, и даже была такая гравюра, где, значит, вместо книг на полках стояли окорока, бутылки, значит, бутылки с маслом. Мы должны с вами понимать, мы сейчас живем, на самом деле, в эпоху изобилия. Даже масло оливковое не везде было. Ну, конечно, в Париже оно было, но не по всей Франции можно было идти. На юге, да, в Париже, да, в крупных городах. Вот, и когда мы смотрим на эту гравюру, мы должны понимать, что человек 18 века, так же, как один из персонажей Бальзака где-то рассматривает лавку. В утраченных иллюзиях постоянно они едят то плохо, то хорошо, то вот там остынские устрицы, то непонятно что. И смотрят на эту лавку гастрономическую и облизываются. Когда люди смотрели на подобную гравюру, конечно, у них слюнки текли. Господи, там столько всего, это, не знаю, 20 человек накормить. И вот маленький отрывок из как раз Гремонду Ля Реньер про молочного поросенка. Молочный поросенок, желанный гость на всех столах, включая самые изысканные, и всякую трапезу обращает в праздник. Самая обыкновенная и, пожалуй, самая лучшая судьба для него вертел. Надо бы наошпарить поросенка кипятком и запустить ему в брюхо добрый кусок коровьего масла, смятого с душистыми травами, песчаным луком, луком репчатым, гвоздикой и прочее. А затем досадить на вертел и не спускать с него глаз, точно с девушки на выданье, постоянно поливать его нейтральным прованским маслом. Прованское масло, вы знаете, что это, да? Чтобы он как следует подрумянился. Есть способы получше, предварительно изрубите как можно... Слушайте, это невозможно читать, потому что сразу хочется этого молочного поросенка съесть. Но я хотел вам прочитать этот пример и закончить даже эту цитату скорее таким литературным восклицанием вот этого автора Кулинара, вот, который, значит, автор статьи называет поэмой в прозе, чтобы вы поняли, что французы к еде от нас еще очень серьезно, и в отличие от Остапа Бендера, который, как вы помните, говорил, Паниковский, не делайте из еды культ, они делали из еды культ. И, собственно говоря, если они так это красиво описывали, значит, это чего-то стоит. И вот последняя фраза про молочного поросенка. Хотя, по чести говоря, нас немало мучает мысль о том, что каждый молочный поросенок, попавший на вертел, это целое поколение свиней, которым никогда уже не гулять на вольной воле и не украшать наше застолье. Представляете, он прослезился, что из этого поросенка не выросла большая свинья, но при этом он его уже, можно сказать, официально съел, потому что я вам прочитал только начало первого рецепта молочного поросенка. А есть и второе, где он пишет Гремоль-Ареньер, давайте этого юношу начиним, дальше он долго рассказывает про начинку, и говорит в брюхо этому юноше, а юноше он говорит о поросенке. Вообще, я вам хочу сказать, вот поэтому, наверное, и появилось это выражение, так сказать, гурманы, литературные людоеды, потому что очень красиво, очень вкусно французы описывали еду. И если это началось во времена Рабле, то это удачно и замечательно продолжалось и дальше, и в частности, во времена Бальзака, и позже, и позже, и к Мопассану, и позже, позже. Ну, собственно, я на этом и хочу, наверное, завершить нашу сегодняшнюю встречу, если только вы не захотите мне задать какие-то вопросы. Могу сказать, что за кадром осталось много описаний, найти их все невозможно, есть различные статьи. Французы ели все, включая все типы утиных зверей, в частности, черок есть такая птица, ее почему-то французы очень любили. Утка тоже, да, соответственно, их выводили. Гусей, ну, фуагра, вы знаете, что такое, вот. Но дело в том, что тут какое-то двоякое удовольствие. Читая Бальзака и Рабле, мы получаем удовольствие не столько от рецептов, от того, что люди ели, сколько от того, насколько еда важна для жизни человека, вкусная еда тем более, или еда, которая характеризует человека с той или с другой стороны. Характеризует его как доброго человека, характеризует его как щедрого человека, да. Вот это опять мы возвращаемся к этой идее средневековья. Если много еды, то это рай земной. Вот. При этом, конечно, такой человек, как Бальзак, занимается не только земными проблемами. У него есть романы, где по целым дням ничего не едят. В Брине он не описывает еду. Но сам же Бальзак говорил еще в юности, господи, отчего же многие наши писатели не описывают обеды и ужины. Возьмите Рене, это Шаттебриан, он был очень тогда известен, этот автор романтический. Возьмите Рене, Роман Шаттебриана. За весь роман никто ничего не съел. Бальзак очень беспокоился за здоровье людей. Умер он не от этого, не от еды. Бывает такое, конечно, это возможно. Умер он от того, что когда Евелина Ганская приехала в Париж, он уже был не способен на такую яркую жизнь, на творческую жизнь. Поэтому он просто выработал всю энергию, которая у него была. А был он, в принципе, титаном. Его считали вот таким титаном. Хотите, считайте Бальзак, хотите нет. Главное, что мы сегодня об этом с вами поговорили. Есть вопросы, если я отвечу. Спасибо. Спасибо.